Доброго здоровья всем моим туристам, бывшим, будущим, постоянным и потенциальным. Я Вадим Лаут и это мой канал по Израилю с гидом или без. Канал для тех, кого интересует туризм и отдых в Израиле, и кому также любопытна история древнего народа и его молодого государства. Видео, которое вы сейчас смотрите, выходит на моем канале сразу в двух рубриках улицами наших городов и посты, праздники и памятные даты. В рамках первой, посвященной улицам, мы будем говорить об улице Гриншпан. В нескольких городах Израиля есть улица с таким названием, а в рамках второй – поминать жертв еврейского погрома, прокатившегося по всей Германии в 1938 году в ночь с 9 на 10 ноября и вошедшим в историю под названием «Хрустальная ночь» – «Кристальнахт» на немецком или «Ночь разбитых витрин». Почему этот погром получил такое странное название? Что явилось причиной? Что послужило поводом для этого погрома? И самое главное, каковы были его результаты для евреев, для Германии и для немцев? А также, кем был этот самый подросток, Эршель Гриншпан, и какова его связь и, может быть, влияние на события этой ночи с 9 на 10 ноября 1938 года XX века? Об этом мой сегодняшний ролик. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить обновления и, самое главное, не переключайтесь. Обещаю, будет интересно. Окей, друзья мои, давайте по порядку. Кто такой Эршель Гриншпан? Ну, для начала давайте сделаем отступление и такую историческую ретроспективу. Поскольку его семья – это польские евреи. Давайте вспомним, что царство польское до революции находилось в составе Российской империи. Несмотря на все то, что мне довольно часто пишут и говорят различного пошиба антисемиты, что евреи сделали революцию, что евреи – то, евреи – все в России и так далее, на самом деле, я об этом уже много раз говорил на канале, с момента убийства Александра Второго, в котором обвинили евреев и до Первой русской революции, то до 1905 года с территории Российской империи эмигрировало порядка трети еврейского населения страны, то есть около, в районе двух миллионов человек. В основном они ехали за океан, небольшая часть сиониста ехали в Палестину, кто-то осел в Великобритании, старший брат моей бабушки оказался в Аргентине, а люди, не имевшие сравнительно большого количества средств, особенно, когда семьи были большие, для переезда слишком далеко, перебирались куда-то поближе. Так семья Эршила Гриншпана из царства польского, входившего в состав Российской империи, в 1911 году перебралась в соседнюю Германию. Мы, строго говоря, не знаем, как они жили в Германии, но, судя по всему, лучше, чем в Польше, поскольку в Польшу они, в общем-то, репатриироваться не собирались, даже когда к власти пришли нацисты, и первое время они оставались в Германии. В 1935 году 15-ти примерно летний Эршил понимает, что перспектив у него в этой стране больше никаких нет, и переезжает к своему дяде в Брюссель. Но, вы знаете, вот этот Эршил Гриншпан, он такой хрестоматийный еврейский бедный родственник, которого, в общем-то, по большому счету, никто не хочет. Никто не хочет его иметь рядом с собой, и этот самый дядя, который в Бельгии, пересылает его не совсем легально к другому дяде, который в Париже. К 1937 году Гитлер понимает, что гонка вооружений, которую он развязал с западными странами, с Францией и Англией, для него будет проиграно. Если он ее не остановит, но остановить он ее не может, поскольку это противоречит его идеологии. Что ему необходимо сделать? Ему нужны средства. Поэтому историки, кстати говоря, по сей день спорят, его захватнические войны явились результатом его изначальной идеологии, или инструментом достижения цели, при которой он мог бы получать новые средства производства, и в том числе финансовые средства. Так или иначе, для него все средства были хороши, а тут, как нельзя кстати, появился совершенно, прости господи за неполикт корректное выражение, идиотский указ польского президента о том, что польские граждане, проживающие за границей, не имеющие какой-то очередной заковыки в паспорте, не смогут репатриироваться в Польшу, вернуться в Польшу, даже если они захотят, поэтому до какого-то определенного времени необходимо предпринять какие-то шаги, а те, кто опоздали, те не успели, и указ этот выходит в конце октября. Пока нацисты, воспользовавшись этим, а к тому времени в Германии, на территории Германии проживало уже порядка 70 тысяч польских евреев, пытаются изгнать этих самых польских евреев. Заранее хочу сказать, что сама по себе идея поживиться чем бы то ни было в среде этих польских евреев, хотя их, безусловно, ограбили, оставили без средств к существованию, не разрешили с собой взять абсолютно ничего, но тем не менее это были в основном бедные люди. Но это был звоночек для немецких евреев, для евреев Рейха. О них чуть ниже. Что с ними происходит? 16 тысяч польских евреев, одни пишут 15, другие 17, в общем, примерно 16 тысяч польских евреев оказываются на нейтральной территории между Германией и Польшей, поляки их не принимают, германцы их обратно не пускают, в результате 4 тысячи абсолютно ограбленных людей поляки все-таки принимают с более или менее правильными документами. Теперь надо оговориться, почему их просто не убили сразу нацисты. Очень просто. Это еще только 1938 год. В 1938 году Гитлер пытается делать опыты над международным сообществом. То есть, а вот если мы сделаем так, что скажет Запад? Ничего. А вот если так, что скажут демократические страны? Тоже ничего. Поэтому на самом деле, вот это изгнание польских евреев стало результатом двух конференций. Оно стало возможно благодаря результатам двух конференций. Мюнхенская конференция, когда Запад сдал Чехословакию, и Эйвианская конференция, инициированная Западом, чтобы решить проблему беженцев, которую они на этой конференции не решили, и Гитлер понял, что у него развязаны руки. Повторяю, на самом деле, достаточно часто приходится читать и про Лейла Бдолах, это ивритское название Хрустальной ночи, и про, в принципе, шоа, это ивритское понятие катастрофы европейского еврейства, что это был совершенно сумасшедший какой-то животный, зоологический антисемитизм, что правильно, но у него, вот из того, что я читаю об этом и пытаюсь изучать, у него была еще одна цель, у всех этих действий была еще одна цель, и какая из них превалировала, мне сказать трудно. Я имею в виду финансовые интересы Рейха. В числе вот этих четырех тысяч человек, которых поляки все-таки впустили на свою территорию, как я уже говорил, была и семья Эршила Гриншпана. Эти люди были абсолютно обездолены, ограблены, унижены, и об их страданиях в Париж своему брату написала письмо его сестра Берта. Получив это письмо, Эршиль покупает пистолет, оставляет своему парижскому дяде записку, что его сердце обливается кровью, из-за участи польских евреев на польско-германской границе, приходит в германское посольство и убивает там германского дипломата, кстати говоря, чиновника очень третий разрядного, но это никакой роли не играет. И буквально сразу впечатление, что Рейх только этого и ждал, начинаются погромные речи, газетные статьи погромного характера, и доктор Геббельс заявляет дословно следующее. Нацистская партия, конечно, не опустится до бандитских действий евреев, но тем не менее мы не сможем защитить евреев Германии от праведного гнева арийской расы. То есть фактически он дает отмашку на погром, и ночью солдаты СД и некоторые граждане громят еврейские квартиры, магазины, бизнесы, жгут синагоги и бьют витрины. Поэтому этот погром получил название «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин». 10 ноября во всех крупных городах Германии мостовые были засыпаны боем стекла еврейских магазинов. Теперь что касается евреев Германии. Их примерно полмиллиона на тот период. Как вы понимаете, а может быть я скажу что-то новое, тем не менее, особенно больших каких-то богатых магнатов, которые владельцы заводов газет-пароходов, в Германии еврейского происхождения не было. Это связано с тем, что до второй половины 20 века, примерно до второй половины 20 века, евреи старались жить по системе маленькой коробки. Что такое система маленькой коробки? Очень просто. Многие из вас знают еврейских скрипачей, но до второй половины 20 века практически нет еврейских пианистов. Почему? Потому что во время погрома пианино в карман не положишь, рояль в сюртуке не унесешь, а скрипку можно. Несмотря на то, что во второй половине 19 века и в 20 веке во многих просвещенных странах Европы евреям уже можно было изучать разные дисциплины, тем не менее, во многих случаях евреи оставались вот этими самыми сапожниками, портными, теми, кто делает украшения, потому что дратву при погроме в карман положить можно, ею и защищаться удобно в случае необходимости, а вот завод и пароход в карман не положишь, и это именно то, на что рассчитывала нацистская партия. И самое главное, что происходит после этого погрома? Примерно 25 миллионов рейхсмарок таким был материальный ущерб, нанесенный еврейским бизнесом, в основном это были магазины, лавки, а также квартиры, может быть, небольшие предприятия. Так вот, что делает рейх? Германское правительство издает указ, в соответствии с которым страховые компании не должны выплачивать пострадавшим суммы ущерба, евреи должны сами возместить этот ущерб, и более того, заплатить в казну рейха, внимание, господа, штраф со всей общины в миллиард рейхсмарок. То есть, что делает германское правительство? Оно несколько раз грабит евреев Германии. И когда оно разрешает не выплачивать ущерб, и когда заставляет самих евреев восстановить то, что не ими было разбито, и когда заставляет заплатить штраф. Изгнание польских евреев из рейха, повторяю, на самом деле имело целью, как я сегодня понимаю, напугать евреев Германии, чтобы те добровольно, ну или добровольно-принудительно уехали из страны. И на самом деле попытки уехать были, но я уже рассказывал об этом на своем канале. Во многих случаях пароходы вернулись в порты рейха, просто потому, что ни одна страна не согласилась принять этих несчастных на своей территории. 38-й год. Кристальнахт. Хрустальная ночь явилась поворотным пунктом в том, что мы сегодня называем окончательным решением еврейского вопроса. Если раньше германское правительство обходилось уничижительными указами, то теперь от слов они перешли к делу, к физическому насилию, которое, как вы знаете, закончилось убийством 6 миллионов абсолютно ни в чем не повинных моих собратьев. Что же касается Эршеля Гриншпана, о его судьбе достоверно, особенно ничего не известно, суд во Франции затянулся до оккупации Франции немцами, затем французы выдали его нацистам, последние документы, связанные с его именем, датированы 42-м годом. Что с ним потом произошло, неизвестно. Разумеется, стоит предполагать, что он погиб в каком-то из нацистских лагерей уничтожения. Сегодня мы этого не знаем и, видимо, никогда не узнаем. Если бы его выстрелы прозвучали сегодня, в Израиле, скорее всего, его именем не называли бы улицы, поскольку у нас сейчас, не знаю уж, хорошо это или плохо, возобладала такая, вы знаете, левая европейская идеология. И, скорее всего, этого человека сегодня назвали бы террористом. Я не хочу сказать, что его поступок праведен. Более того, его поступок привел к ужасному погрому, в ходе которого, помимо материального ущерба, евреи понесли физические потери. 90 человек, примерно 90 человек в разных источниках, по-разному. Где-то 88-89, где-то до 92 человек были убиты. Но, тем не менее, мы же с вами хорошо понимаем, что не Гриншпан устроил хрустальную ночь, не Гриншпан был виновен в преступлениях нацизма. И если бы не было его, его, как говорил доктор Геббельс, нужно было бы придумать. Они бы придумали какой-то другой, обязательно придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы начать эту войну против еврейского народа. И эту войну они, по сути, если не выиграли окончательно, то, по крайней мере, не проиграли. Господа, мы, евреи, по сей день не восстановили свою численность до войны. До войны в мире проживало 16 миллионов 700 тысяч евреев. Ну что ж, милые дамы и уважаемые господа. Если вы считаете, что это видео было полезным, и такие ролики должны быть на моем канале, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и рассылайте это видео своим друзьям, родственникам и знакомым, чтобы им также было интересно. Если считаете, что подобные ролики неуместны на таком канале, как мой, пишите почему. И тем, кому понравилось, и тем, кому не очень. И тем, кто считают, что такие видео должны быть на моем канале. И тем, у кого мнение строго противоположное. Я желаю побольше радостей, поменьше огорчений. Берегите ваших близких. И, конечно, до встречи на маршруте в моей замечательной стране, где вот-вот обещают поднять железный занавес. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова